Всем привет! Сейчас в 8.00, значит время готовить завтрак. Сегодня мы приготовим очень вкусную, нежную французскую яичницу, которая порадует вас и ваших близких. Итак, для этого нам понадобится яйцо. Лучше взять одно, потому что оно получается пышное и становится больше. Колбаса, но у меня колбасы нет, поэтому я просто нарезала котлетку. Сыр, можно взять обычный твердый, но я взяла мягкий. Кетчуп и соль по вкусу. Погнали! Итак, на первом этапе нам нужно отделить белок от желтка. В миску побольше белок, а в миску поменьше желток. Аккуратно отделяем, чтобы пленочка желтка не разбилась. Теперь нам нужно взбить наш белок. Берем миксер и сначала взбиваем на самой маленькой скорости где-то минуту. Включаем среднюю скорость и взбиваем где-то 2 минуты. Когда наш белок увеличился в размерах и стал гуще, включаем максимальную скорость и взбиваем до устойчивых пиков. То есть, когда переворачиваешь тарелку и ничего не выливается и не вываливается. Вот и все, наши белки готовы. Вот, то есть, они не вываливаются. У них вот такая вот густая кончистенция. И они такие блестящие и гладкие. А теперь помещаем наши белки на сковородку. Но до этого нужно смешать их аккуратно с желтком, чтобы они не опали. И аккуратно ложкой его протыкаем и аккуратно перемешиваем с белком, чтобы белки не опали. Чтобы они оставались такими же плотными и жесткими. Перемешиваем и выкладываем на сковородку. На сковородку добавляем немного масла. Включаем. Включаем. И выкладываем белки. Теперь нам их нужно распределить. Распределяем. Чтобы потом можно было свернуть пополам. То есть, было чтобы как бутербродик. То есть, чтобы большей площадью белки были. Чтобы можно было их свернуть. И ждем, пока они немного застынут. Когда наши белки схватились, это можно понять, что края схватились и можно вот так вот поднять. Убавляем немного плиту. Добавляем сыр. Кладем на одну сторону и на другую. Чтобы можно было свернуть. Затем сверху на сыр выкладываем колбаску. У меня в данном случае это котлетка. И добавляем сверху на котлетку. Капаем по кетчупу. Вот так вот. Теперь ждем, пока немного расплавится сыр. Когда наш сыр немного расплавился, перекладываем белки на блюдо и сворачиваем. Вот что у меня получилось. Приятного аппетита!